И также в Айрведе есть понятие риту-чарья. Риту-чарья – это сезонность. Соответственно, в Айрведе говорится, что сон 7-8 часов – это круглогодично, то есть это очень важно и ложится желательно до 11, в идеале. Итак, в зависимости от сезона, когда мы просыпаемся, здесь возникает вопрос, что же нам позавтракать или какими, ну сначала, может быть, какими практиками позаниматься, а потом что позавтракать. Про еду мы поговорим чуть позже. Итак, в первую очередь, если сезон, который связан с прохладой или холодом, это может быть и осенью, зимой, конечно же, это может быть весной. В некоторых регионах, по крайней мере, России холодно аж до лета, ну до нашего, так сказать, календарного лета. Поэтому неважно, какой сезон по, скажем так, календарю, важно, что у вас происходит за окном. И когда за окном погода прохладная или холодная, очень важно заниматься практиками, которые разогревают тело. Разогревая тело, ну, к примеру, там, бастрика пранаяма. Разогревая тело не просто сурья намаскар, который сделан медленно, а интенсивный сурья намаскар и так далее. То есть все практики можно делать более интенсивно в холодное время года и менее интенсивно, менее, ну скажем так, медленнее в жаркое время года. Также, согласно ритучарии, вот этой практике, когда сезоны меняются, очень важно для каждого человека, причем особенно для тех, кто занимается различными медитативными или духовными практиками, очень важно чистить организм. Особенно в межсезонье. Ну, к примеру, я всегда летом езжу в Индию на панчикарму, но обязательно осенью и зимой провожу как онлайн панчикарму, так тоже прохожу панчикарму. То есть панчикарма – это такое комплексное очищение организма. Ну, о нем чуть попозже поговорим. Но смысл в том, что каждый человек, невзирая от своей доши, вата, питокапка, неважно, что у вас присутствует, но в межсезонье очень важно почиститься. Что такое чистка? Для людей ваты – это может быть просто монодиета. Есть такое блюдо, и многие йоги его употребляют – это кичери. Кичери – это рис, маш, разные виды маша могут быть, разные виды риса, овощи, приготовленные вместе, называются кичери. Можно на ютубе посмотреть много рецептов кичери. Или просто, допустим, сварить гречку, или просто потушить овощи, или сделать овощной суп. То есть монодиета на протяжении пару-тройки дней, там, три дня, может быть, неделю, всегда будет чистить организм. То есть для людей ваты – это идеальная диета на несколько дней, и это будет чистка, потому что людям ваты, к примеру, нельзя голодать. Как я говорил, вата будет увеличиваться. Для людей питой – очень хорошо, наоборот, поголодать. Поголодать, но обязательно на жидкости. В аюрведе, в принципе, нет голодания без воды. Это считается очень плохим, потому что вода, она как раз промывает наш пищевод, и вода способствует тому, чтобы все токсины из нашего тела выводились. Поэтому для людей питой очень важно в межсезонье почистить свой организм. И также для людей питой очень важно, ну, в принципе, вата тоже, голодать в икадыше. Но голодать именно вот таким образом. Для людей вата – это монодиета, для людей питой – это может быть пост. Причем такой пост один день, два дня, может быть, даже три дня на воде. Я знаю людей питой, которые любят поститься, там, неделями постятся люди и так далее. То есть это тоже человеку питой помогает, потому что его излишний жар, который так же, как токсины в нашем теле могут накапливаться, его излишний жар накапливается. Поэтому ему помогает именно такой образ жизни выводить этот жар. А это значит, когда человек это делает, он препятствует накоплению слизи, накоплению токсинов и накоплению различных таких эмоций, которые могут разрушить организм, гнев, раздражение постоянное и так далее. Потому что это все идет в органы и работает на все системы. Соответственно, когда мы понимаем свою конституцию, мы прислушиваемся, что происходит в нашем организме, и мы можем быстро, ну, к примеру, если вы там поели на ночь, вот то, что я рассказывал в предыдущем уроке, там, поели на ночь несколько дней подряд, так получилось, то вы можете в какой-то день недели, а может быть, и в ближайшие кадыши, и кадыши – это одиннадцатый день лунного календаря, когда вы можете просто поголодать, попаститься для того, чтобы почистить организм. Вы помните, да, голодание для каждой доши разное. А для людей капхи, вот они могут соблюдать сухое голодание. То есть можно пить теплую воду, но, в принципе, человек капхи может в течение суток или хотя бы полусуток даже сухое голодание, потому что у людей капхи и так много жидкости в организме, много слизи. Это поможет вывести застоявшуюся жидкость, а с другой стороны, также за счет голодания у людей капхи увеличится обмен веществ. То есть огонь пищеварения, то, что вы видите, называется агни, он увеличивается, и подкожные отложения, и межтканевые отложения жира, слизи, они будут выходить. То есть таким образом каждый из нас, понимая свою конституцию, может чиститься. И особенно такие чистки хороши в межсезонье. Но оно может быть разное, потому что у кого-то в межсезонье это всегда жарко. Ну, к примеру, если в Индию поехать, вот я жил, когда учился в Гуджаратском университете, в штате Гуджарат, и там, в принципе, летом плюс 50, а зимой плюс 30. То есть как бы, но все равно есть межсезонье. То есть, соответственно, после зимы всегда следует, допустим, весна и так далее. И вот образ жизни, то, что в Ирведе включено, в дни начале Ирведа включает в себя работу, так как очень важно помимо работы еще отдыхать. Если человек, он только работает, 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 то, соответственно, обстановка, которая вокруг него, она как бы затирается. Человек перестает получать радость в жизни. Поэтому Ирведы говорят, что очень важно переключаться, очень важно периодически, скажем так, менять обстановку. Но это мы все знаем, что отдыхать очень хорошо. И есть же очень много про это, в том числе на Ютубе, роликов о том, что когда человек периодически путешествует, даже просто в соседний город поехать, я уж не говорю про соседнюю страну или какую-нибудь там азиатскую страну, то он всегда получает массу позитивных гормонов, которые помогают ему в любой его деятельности быть лучше. Ну, во-первых, чувствовать себя лучше, наладить, может быть, отношения в том числе, и производить то, что он делает, намного лучше, намного эффективнее, потому что появляются новые силы. Когда человек занимается одним и тем же, работает чуть ли не 16 часов в сутки и работает много лет подряд, а ко мне часто приходят пациенты, которые, ну вот так, просто люди не отдыхали несколько лет, и они хотят выйти из состояния там депрессии или постоянного стресса или страха. Невозможно, будучи в одной обстановке, выйти из многих состояний. Нужно действительно уметь переключаться. Соответственно, для нашего тела переключения, это могут быть в виде, там, голодания, к примеру, вот, кто-то написал в чате, действительно, завтра икадыши. То есть голодание, очищение, различные программы. А для кого-то, для кого-то именно эффективно будет просто поменять место, там, куда-нибудь уехать и так далее. То есть отдыхать нужно. И в диначарии, расписании, скажем так, каждого дня, есть такие рекомендации, что очень важно, это отдых. Причем, как минимум, час в день человек должен тратить на себя. И в этот час вы можете заниматься там йогой, можете заниматься пранаямой, можете что-то читать, можете просто гулять и так далее, проводить время с близкими. То есть это минимум, который необходим. Поэтому, когда у человека месяцами или годами нету такого дня, то в организме также происходят изменения. То есть тухнет огонь, вот то, что я рассказывал, огни, это огонь метаболизма, огонь переваривания различной информации, интерес пропадает. Ну и также в отношениях. То есть если партнеры, они ничего не обновляют в отношениях или не работают над отношениями, то в итоге любое партнерство, оно заканчивается большой-большой неудачей. То есть личная жизнь, она обязательно присутствует в аюрведическом, так называемом, образе жизни, потому что это неотъемлемая часть. То есть аюрведа не рассматривает, что мы должны делать что-то для того, чтобы быть здоровыми. То есть если мы не занимаемся собой, если у нас нету времени для сна и нету времени для отдыха, то все остальное, оно на каком-то этапе становится бесполезным. Ну причем у каждого этот этап, конечно, разный. Кто-то может притянуть несколько лет, а кто-то может притянуть всего лишь несколько месяцев. И часто, опять-таки, касаясь пациентов и студентов моих, которые приезжают из других городов, чтобы работать в Москве, у многих здоровье не позволяет, и люди действительно, ну скажем так, происходит ухудшение здоровья в ближайшие даже 6 месяцев после того, как человек приехал в Москву и работает там с утра до вечера. Поэтому нужно обязательно уделять этому времени.